И почему ты еще не на стримах L.E. Play? А, Чжан Цзун Чан, генерал собачье мясо. Окей. Привет, детишки! Сегодня я вам поведаю про еще одного персонажа, человека по имени Джан Цзун Чан. Родился он в 1881 году в бедной семье в китайской провинции Шаньдун. Его отец брил головы, но он не был парикмахером. Если он парикмахер, то канавокопатель — это архитектор. Также он подрабатывал алкоголиком. А его мать была настоящей ведьмой и практиковала экзорцизм. Готовый рецепт успеха! В 20 лет Джан присоединился к банде кочующих разбойников. Какая же жизнь была у людей! Обычные бывают. Как раз в разгар Синьхайской революции, когда свергли династию Цинь и была создана Китайская республика. В 1916 году почки ненавистного народом лидера монархиста дали дуба, что привело к безвластию и так называемой эре милитаристов в республике. В этот период разные регионы Китая постоянно переходили из рук в руки среди множества военных группировок, которые были жестоки по отношению как друг к другу, так и к населению. И благодаря своей харизме, служению нужным людям и четкому прагматизму в вопросах войны, наш разбойник с большой дороги стал одним из этих милитаристов. Джан был весьма умелым военным лидером. После гражданской войны в России он завербовал тысячи бежавших белых русских. Я не про коктейль, а про убийц большевиков. Это укрепило его войска и нехило увеличило кровопролитие. Также он эффективно использовал бронепоезда. Очень выгодный способ транспортировки большого количества войск и припасов. Но вам не это интересно, а клоунада. Не сомневайтесь, Джан был тем еще персонажем. Так вот, все мы знаем вечный спор про поощрение и наказание. С одной стороны, если обращаться с людьми хорошо, впоследствии вы, скорее всего, получите такое же отношение. Но с другой стороны, никто никогда не учил тигра прыгать через огненные кольца лаской и вкусняшками. Если это кажется вам жестоким, то так и есть, цирки — ебанное зло. Но, как и любой великий лидер, Джан умел пользоваться и кнутом, и пряником. Вот пример второго. Он победил войско вражеского генерала Уу Пэй Фу, убедив большинство его армии дезертировать и пообещав, что у них останутся их звания при переходе к нему. Обещание он сдержал, но потом такой, ой, ну не знаю, понравится ли моим людям уступать звание незнакомцам. Решение тут одно — всем моим по повышению. Ну вот проблема. Повысили так много людей, что у Джана буквально кончилось золото и серебро для новых знаков отличия. И он такой, блин, надо подумать. Он вышел покурить, посмотрел на пачку — опа! И остальную атрибутику сделали из яркой фольги из пачек сигарет. Говорят, уже во время церемонии повышения они не замечали, что их звездочки порвались, а церемония еще не закончилась. Но ты же все равно полковник или пуп земли или кто там еще. Чего жаловаться-то? А в другой раз он с гордостью заявил, что... Спасибо, Крой, за подписку на буси. Кто-либо одержит. Вот она реально, шоколадная золотая медаль. Шоколадная золотая звезда. Чего? Вверх в грядущей битве, либо вернется домой в гробу. И кем Джан точно не был, так это лжецом. После отступления его пронесли по улицам в гробу, пока он махал людям рукой и курил сигару. Вам, наверное, интересно, почему его называли генерал собачье мясо. В моей голове была уже куча фантазий про то, как он ел собак, или носил на себе собак, или ел собак. Но не, он просто любил играть в пай-гоу, что в просторечии называли есть собачье мясо. Кстати, да, он реально ел собак. А еще его иногда в шутку называли три не знаю, потому что он не знал, сколько у него денег, сколько наложниц и сколько солдат в его армии. Забавно, но прозвище правдивое. Проблемы действительно были, хоть и маленькие. Например, он с трудом запоминал имена женщин всех национальностей в его гареме. Их было от 30 до 50. Он решил это даст им номера. Четвертое, очень гибкое. Двадцать седьмая классно готовит запеканку, а с четырнадцатой поаккуратнее она кусается. Ну и так далее. Но порой бывали ситуации и похуже. В дальнейшем Чан стал военным губернатором провинции Шаньдун. И в то время, как образ жизни милитариста подходил ему, с внутренней политикой все было иначе. Даже если не брать во внимание постоянные нарушения прав человека, дела велись очень плохо. Например, несмотря на то, что Чан взымал налоги со всего, начиная с театральных представлений и заканчивая лицензиями на табак, лишь малая часть его поборов тратилась на военные нужды или что-то полезное. В основном, все шло лично ему и на тщеславные хотелки. Но как же он финансировал свою армию? Если вы там играете с выпивкой, пора выпить шот. Чан напечатал ничем не подкрепленных бумажных военных марок на десятки миллионов долларов. Разумеется, цены неслабо раздуло, на что Чан просто сказал «А вот и нет». И настаивал на том, что у марок такой же курс, что и у денег, продолжая платить ими солдатам. К счастью, для них невидимая рука рынка не ровня очень видимой руке солдата. Они просто избивали пожилых продавщиц, пока те не принимали марки по номиналу. К сожалению, надирание задниц пожилым продавщицам не может решить все проблемы. Летом 1927 года в провинции Шаньдун начался голод, в основном из-за засухи. В те времена многие молились Чан Гуну, народному божеству, в надежде призвать дождь в засохшие земли. Но Чан Цун Чан ни перед кем на колени не встанет. Он подошел к статуе в его храме, начал хлестать ее как сучку, угрожал ему, что переспит с его сестрой, а потом приказал артиллеристам стрелять в небо часами напролет, чтобы показать этому богу, с кем он имеет дело. Точно неизвестно, когда был следующий дождь, но он определенно пошел, так что Цун Чан добился своего. Кстати, наш паренек был еще и знаменитым поэтом. Вот что он написал о том событии. Бога неба тоже зовут Чан. Зачем он усложняет мне жизнь? Если через три дня не пойдет дождь, я разрушу твой храм, и потом обстреляю твою маму из пушек. Пророческие слова. Если тут еще пара классных строчек, дайте-ка я приглушу свет. Этот называется «Поход на гору Тайшань». Издалека Тайшань черноватая, узкая сверху и широкая внизу. Если перевернуть ее, она будет узкая снизу и широкая вверху. Да, это его стихотворение прям топчик. Он словно слышал о метафорах, но не знал, что должно быть в первой значении. А это называется стихотворение об ублюдках. Какой же да... Но в отличие от других поэтов, кроме Эдварда Каммингса и Эмили Диккенсон, у Джона было большое достоинство. Его частенько называли «Генерал 86». Это все потому, что когда Чан-младше вставал в полный рост, его длина якобы составляла 86 мексиканских серебряных долларов, если их сложить друг на друга. Толщина монеты 2,4 миллиметра, так что получается около 20,5 сантиметров. И это особенно впечатляет, если учитывать, что он наверняка не доедал в период полового созревания из-за бедности и голода 1896 года. Съели, расисты? Я тут еще несколько шуток придумал, но не нашел им места, так что я просто оторабаню их разом. Его надо было назвать «Генерал Лошадиное Мясо», выходя из бассейна, он был «Генералом 12», или вот еще «Сунь, Хер, Винь». Ну, вы поняли. Но все хорошее однажды заканчивается. После череды поражений и неудачного восстания против быстро объединяющегося Китая, в 1928 году Чану со своей мамой пришлось бежать в город Бэпу в Японии. Чтобы его маму, ну, не поняли, не тронули. И то был весьма спокойный период, за исключением случая, когда он выстрелил бывшему принцу в спину за то, что тот подкатывал к одной из его наложниц. В суде он сказал, что пистолет случайно выстрелил, пока он целился в его туловище. Почему-то они такие «Ну что ж, тут ничего подозрительного нет». И дали на выбор либо 15 дней в тюрьме, либо штраф 150 долларов. Он выбрал второе. История Чана подошла к концу в 1932 году, когда он вернулся в Шаньдун, но не как завоеватель, а как гость. Так уж вышло, что людям нужно больше четырех лет, чтобы забыть убийство, ибо его беспардонно убил племянник офицера, которого тот казнил. В общем и целом, наследие Чана весьма странное. Я толком не упомянул кучу совершенных им ужасных преступлений. А еще его считают самым вонючим пятном на и без того некрасивом куске мозаики, коей является история Китая. Главный вопрос здесь в том, можно ли отделить искусство от его создателя. Во время правления Чана, Тайм назвал его самым худшим милитаристом Китая. Худшим он был или лучшим, сами решайте. А у меня на сегодня все. До новых волнующих встреч. Я Сэм Анелло, и я прячусь у вас в холодильнике. Блин, слушай, офигеть. Блин, обожаю, обожаю вот Сэм Анелло, очень круто. О таких людях рассказывают, которые какую-то дичь творили. Абсолютно прям, прям бредовую. Блядь, а знаешь, что самое главное? Получалось в какой-то степени у них это. Получалось? Блядь, как? Почему? За что? Как? Просто что? Каждый раз удивляюсь.